Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела свое выступление начать со статьи. Вот знаете, у меня первым моим руководителем, руководителем был Кенчин Николай Михайлович. Он с публичного слушания начал с статьи, которая вышла как раз перед публичными слушаниями 29 ноября. И, видимо, он меня так воспитал, что я тоже свое выступление хочу начать именно с этой статьи. Вот здесь, значит, якобы глава администрации городского поселения Каши такие, значит, строки написал в газете, что в случае, значит, несогласия населения, выраженного на публичных слушаниях городской думе, придется выбирать. Переступить через мнение людей или одобрить изменение зоны земельного участка. Помните, да, всю, значит, эту ситуацию? На что, значит, Станислав Александрович сказал, что я такие строки в газете не давал. Их написал автор статьи, Оксана Алексеевна Савельевна. При всем при этом Оксана Алексеевна сказала, что статья была отдана на согласование. Она действительно была отдана на согласование. Я ее правила сама лично. И вот эти вот строки, которые были записаны у Станислава Александровича, я их вычеркнула собственноручно. Эта статья была отправлена 28 ноября в 8.50 в газету «Холомецкий озор». Тем не менее, в газете появилась эта информация, которая провоцирует, я считаю, и главу города, и депутатов городской думы. И я хочу, чтобы сейчас Оксана Алексеевна публично призналась, что эти строки от лица Станислава Александровича, именно она, значит, в газете опубликовала. Значит, я поясняю, там не был прямой текст Станислава Александровича, это была моя трактовка и мое понимание сказанного им. В то же время я получала экземпляр статьи, где эти строки были. То есть я дала то, что было получено, и передала, собственно, эту версию в отдел, который занимается подготовкой к печати. Это не был прямой текст, это была трактовка того, что было услышано мной при обсуждении данного вопроса. Тем не менее, все видели этот текст, и я не знала, что вы эти строки вычеркнули, и что вы были против, потому что я получила, там были эти строки. Ну, в общем, все понятно, значит, Александра Алексеевна призналась. Ну, а сейчас по существу рассматриваем вопросы. Значит, сегодня я здесь, наверное, скорее всего, буду присутствовать не просто как была администрация, а как член комиссии по правилам землепользования и застройки. Значит, и раньше, значит, когда все это начиналось, я ее публично-публично все рассказала, я действительно, значит, присутствовала с самого начала при всех рассматриваемых вопросах. Значит, и в комиссии по выбору земельных участков, и в комиссии, значит, по переводу из одной категории, значит, земель в другую. И из всех сегодня, значит, присутствующих здесь, я являюсь единственным человеком, кто был абсолютно во всех судах, которые проходили между администрацией, значит, Советом ветеранов и прокуратурой. Точно так же я была на всех судах поданных к фокусационной жалобе, и сейчас идет арбитражный суд, движение с иском обратилось, значит, возмещение выпусков к администрации города и района. Я точно так же присутствовала на всех судах, и все от первого лица вам, в принципе, могу рассказать. 16 августа этого года комиссию по правилам землепользования и застройки при администрации городского поселения поступило заявление, оно поступило от движения нефтепродукт. Если раньше действительно поступали заявления от башни, от автокомплект, от физического лица, то нынче в августе этого года заявление поступило от движения нефтепродукт, значит, с просьбой перевести и зону из одной категории в другую. В общем-то, вся процедура публичной слушания, все опубликования в газете, заключения, проектов, значит, постановлений, они были инициированы как раз вот этим вот заявлением, поступившим от движения 16 августа. Одновременно с этим, значит, движение нефтепродукт 19 июля подает на наш арбитражный суд, как раз, я помню, прошел ураган 18 июля, и 19-го приходит из арбитражного суда, и еще, значит, и еще одно определение, что движение подает на наш суд на 8 млн 974 тысячи, был первоначальный, значит, сумма иска, которая предъявила нам движение возмещения убытков. Естественно, начиная также точно с августа месяца, у нас начались в арбитражном суде, значит, слушания, разбирательства, рассмотрения всех, значит, дел, и, в общем-то, они идут, можно сказать, и по сегодняшний день. Значит, за этот момент движение нефтепродукт трижды уменьшало свои исковые требования, и вот на последнее у нас было заседание суда, но не последнее, а очередное, было во вторник, 11 декабря, на 11 декабря сумма предъявленного возмещения составила 8 млн 674 тысячи. То есть, по сути, на 300 всего тысяч, где три раза они сократили стоимость предъявленных исков, но, честно говоря, для нас это как для мертвого препарта. Вот, значит, и тем не менее, все, вот даже не побоюсь, значит, это сказать, что все, и движение, и администрация района, и судья мы ждали публичных слушаний, мы ждали результата, как пройдет публичное слушание. Мы в августе, или даже, наверное, в сентябре пытались организовать встречу населения с главой района, значит, тогда, к сожалению, от населения пришло всего три человека, это была Оксана Алексеевна, Лидия Кузьминична, и русских Александров, не знаю, как у него отчество. И тогда, как бы, нас вообще насторожило, где же вот эта массовость населения, которое действительно выступает против строительства автозаправочной станции. После того, как пришли три человека, было принято решение о назначении публичных слушаний, чтобы выявить мнение этого населения. А действительно, три человека против, или их больше. И мы все время в суде, в арбитражном, значит, заявляли какие-то ходитайства, привлекали третьих лиц, то есть мы, грубо говоря, тянули время, чтобы прошли эти публичные слушания. Но вот прошли эти публичные слушания. Мы, в принципе, у нас много неинстатков, я всегда говорю, но мы достаточно адекватно смотрим на жизнь, и мы видим, что население против. Зачем стучаться в глухую стену, если все равно не будет там построена заправка? Вот я, как глава администрации, это прекрасно понимаю. Поэтому, значит, на последнем заседании суда, которое было в автовнике на заседании граждан суда, вот интересы городской администрации представляет Елена Сергеевна, значит, я выступаю представителем администрации района, мы с ней, в принципе, вдвоем. Я всегда в этих судах, и мы, значит, я уже там встала и сказала, что публичные слушания прошли, ну, достаточно в таком жестком режиме населения, сказалось, как, ну, были мнения за, были мнения и против. Настрой населения нам понятен, поэтому строить там автозаправочную станцию смысла нет. Даже если мы, значит, переведем из одной категории земель в другую, получим разрешение на строительство и начнем эту стройку, любое обращение, вот Лидия Кузьмична, она первая, кто, значит, возглавит снова инициативную комиссию, группу и придет обратиться к Ане Валерьевне, и у нас будет точно такая же процедура. Снова у нас будет приостановлено строительство, снова мы будем встречаться в судах, то есть мы этим ничего не добьемся. Поэтому, значит, в принципе, мы это в суде уже все, как сказать, во вторник обсудили. Во вторник было принято решение о том, что, а, я еще не сказала, что мы спорим по сумме иска. Значит, администрация района считает, что сумма иска должна быть не больше 4 миллионов рублей. Мы считаем, что все емкости, все резервуары, операторная станция, они все должны, ну, все вообще детали везде не должны быть взаимозаменяемыми. То есть в случае какой-то аварии можно любой там достать, заменить, там еще что-то сделать. Движение считает не так. Движение считает, что все емкости закопаны, забетонированы, какими-то хомутами там заделаны, что их нельзя достать, их надо будет только резать и сдавать по цене металлолома. Они привлекли в последнее заседание суда, их было 6 человек, значит, они привлекли проектную организацию, они привлекли свидетелей, пригласили. То есть они нам упорно доказывают, что, ну вот, нельзя ли достать эти емкости, они, значит, проще их там закопать, заровнять. И, в общем-то, мы приняли такое решение, что мы настаиваем, и в суде мы такую позицию высказали, на проведении независимой экспертизы. Значит, когда движение спросило, что вы хотите добиться этой независимой экспертизы, или вы хотите объемы уточнить, или вы хотите расценки узнать, в принципе, нас волнует, все нас волнует конечный результат. Чтобы сумма убытков, она была реальной. Значит, также есть такие моменты, что, например, независимая организация, она должна, вот как мы считаем, должна быть не из Кировской области. Потому что есть организации, с которыми, допустим, дружит движение, есть организации, с которыми дружит администрация, и чтобы не получилось так, что та или другая страна пролуббировала свиньки леса, в общем-то, мы занимаем такую позицию, что эта организация должна быть абсолютно не из Кировской области. Вот у нас есть, Алина Горгеновна сейчас работает по поиску таких организаций. У нас есть, например, организация из Ульяновской области, которая не просто приедет и посмотрит, а у которой есть даже приборы, что они там пробурят, и вообще посмотрят, на какую глубину закопаны, какого качества емкости, какой цемент. В общем-то, стоимость этой экспертизы оценивается по предварительным данным 1200. Ну, в общем-то, здесь экспертизу мы оплатим 50 на 50. Мы пошли на то, что, значит, город 50 район, хотя, в принципе, вот в том решении суда, которое я всегда нашу с собой, он у меня уже как настольная книга, действия администрации района, признанные законными по предоставлению земельного участка, по проведению аукциона. Значит, но мы понимаем, что эта сумма для администрации городского поселения 200 тысяч, она глобальна, большая, поэтому вот 50 на 50 мы решили с ними эту экспертизу, значит, провести. Пусть мы сегодня потеряем эти 200 тысяч, но, может, мы благодаря им, допустим, выиграем там 2-3 миллиона. Ну, хотя вот, как показывает практика, они бывают, и такие случаи, что независимо от этой экспертизации, я больше чем предъявил, значит, от истец. В общем, вот, значит, по сумме иска мы спорим, поэтому 21-го, следующее заседание суда назначено на 21 декабря, это следующая пятница. Честно говоря, значит, суд ждет, как пройдет сегодня у нас заседание Думы, и, в общем-то, 21-го год определения суда о назначении независимой экспертизы. Независимую экспертизу никто не будет проводить в декабре, январе, феврале, в лучшем случае это будет конец марта, апреля. Поскольку это касается, значит, ну, грунтов и все оценки всех работ. Вот, а, я еще не сказала, значит, администрация района написала заявление в городскую комиссию по правилам землепользования и застройки 10 декабря, значит, с просьбой перевести земельный участок на въезде в город Белая Холуница и с зоной Р-2, у нас там тоже с зоной Р-2, это как раз, на территории поста ДПС, значит, в зону придорожного сервиса. Комиссия у нас назначена на 19 декабря, это следующая среда. Вот, значит, и вот последний раз, когда во вторник мы разговаривали, значит, сегодня я как раз тоже с ними разговаривала, они уже, в принципе, готовы, они снова приедут на следующей неделе посмотреть, и все специалисты от движения, они говорят, нам зачем там тут маленький-то этот участок, если тем более там такой шум из-за него. На въезде мы им предлагаем, написали ходатайство на 3000 квадратных метров, то есть это в два раза больше, это можно построить большую заправку для грузового, для легкового автотранспорта с нормальными полосами разгона, въезда и выезда. Но там, конечно, возникнут проблемы, вот мы уже с Сергеем Павловичем смотрели, там действительно городские леса, но я думаю, что мы это тоже с Комиссией посмотрим. Там проходит пять электролиний, значит, в принципе, мы даже уже вели переговоры с департаментом энергетики и газификации о том, чтобы через какую-то областную программу попробовать провести перенос этих линий, чтобы, опять же, не пострадали бюджетные деньги и предлагать движению, значит, переносить, опять же, за собой счет, то есть, возможно, как бы они на это и не пойдут. Вот, но для того, чтобы у нас был предмет, как сказать-то, обмена, у нас на сегодняшний день этот участок не сформирован, у нас нет его точной площади, у нас нет его кадастрового паспорта, нет кадастрового номера, нет разрешенного вида использования. И поэтому вот вся моя речь, значит, все мое выступление идет к тому, что если мы сегодня принимаем решение о том, что мы не переводим из одной категории в другую, то 21-го будет иск в пользу движения, просто эта сумма иска уточнится по результатам, значит, независимой экспертизы. Если мы принимаем решение, вы принимаете решение о переводе из одной категории в другую, значит, я понимаю, что вам нужно гарантировать, что администрация никому этот участок не отдаст. Сегодня эта земля муниципальная, договор, значит, с движением у нас по решению суда расторгнут, поэтому администрация района готова написать письменное обязательство, письменное варенкинное обязательство о том, что данный земельный участок в случае его перевода не будет никому не считать. Он так и останется в собственности администрации Желоколинецкого муниципального района. Значит, сразу же видим, в чем заключается вообще землю. Дума переводит, и на этом полномочия Думы заканчиваются. Распоряжение земельными участками, их предоставление, сдача в аренду, значит, межевание, постановка на государственный кадастровый учет этими полномочиями наделена администрация района. Почему я и говорю, что мы готовы, значит, дать такое письменное обязательство, что мы этот участок никому не предоставим. Значит, более того, я вот уже разговаривала со Станиславом Александровичем, значит, можно, допустим, на каждой Думе в вопросе разное заслушивать информацию главы города, как, значит, идет вообще вопрос по формированию нового земельного участка. То есть нам нужно время, как минимум до апреля-мая, для того, чтобы провести опять же такие публичные слушания, которые, вот как вы тут видели, они у нас затянули с августа, мы провели их только в ноябре, то мы в марке не успеем до марта размешать этот участок. Нам надо перевести зону, поставить его на учет. И когда выходить на мировое, у нас в городе первая сумма убытков, пусть она, допустим, будет 6 миллионов, сегодня по тому земельному участку, по спорному, которому по Шерепихе, годовая стоимость арендной платы 486 тысяч. Тот участок, который мы предлагаем на въезде поста ДПС, он больше, но мы считаем, что ему аренда стоит 1600-1700 в год. То есть в суде, чтобы у нас не было предмета искусства. То есть если мы однозначно не переходим, судья понимает, что все, мы, значит, не по этому, у нас тема закрыта. Однозначно мы должны по этому участку выплачивать убытки. Новый земельный участок, который мы сформируем, значит, есть приказ Федеральной антимонофольной службы, мы для строительства заправки движения его никак так просто не объедим. Мы должны будем провести рыночную оценку, мы должны будем его выставить на торги. Но эти деньги, они не придут в бюджет города, они поделятся 50 на 50 тоже. То есть даже если бы просто деньги пригонять, продать тот земельный участок и, значит, погасить стоимость этого иска, так тоже не получится.